Девушки отдыхают Девушки отдыхают Джо Пенни и Джастин Бейтман В фильме «Ужас в ночи» В ролях Мэтт Мулхерн Валерий Лэнсбург Эл Виггинс Композитор Дана Капров Художник-постановщик Норм Барон Оператор Дэвид Уолш Продюсер Кэй Хоффман Сценарий Деннис Дегармо, Рэнди Ричи и Алана Лэнсбурга По рассказу Деннис Дегармо и Рэнди Ричи Режиссер Колин Баксей Когда вы слышали выстрелы? Час назад Должно быть, мне выпустили пульт 30 Думаю, компания подростков развлекалась Какое же это развлечение убить корову? Они долго ее преследовали? Сегодняшняя молодежь такая равнодушная Ладно, проследи тут за порядком В районе Хаймейса Хемпинга ряд краж Так, по мелочи, кое-какие инструменты Немного наличности Но ничего связанного с этим Где фонарь? А, вот он Надеюсь, он работает Думаю, да Мне так не хватает моей кухни и моей кровати А больше всего мне не хватает моей ванны и туалета Перестань, свежий воздух, чистая вода Сверчки поют, серенады Сырость и холод Мы так и не закончили наш разговор Хочешь поговорить сейчас? Да, с философской точки зрения Попозже Если мне удастся найти дорогу обратно Большое тебе спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Робин Робин Том Робин Том Том Держись, держись Том, скорее Робин Робин Я иду Уходи Уходи Держись Скорее Здесь змея Вокруг моей шеи Только, пожалуйста, не стреляй, а то попадешь в меня Это всего лишь ветка Только ветка, все хорошо Ладно Не смей Не смей надо мной смеяться, я и так унижена Хочешь вернуться домой? Да Да? А я думал, ты любишь походы Том, просто у меня какое-то странное предчувствие Послушай, мы встретим восход Я приготовлю отличный завтрак Полазаем по горам и проведем еще одну ночь под звездами Ну ладно Хорошо Еще одну ночь я выдержу Хотя мне и не хотелось бы Не волнуйся Брось пистолета, подними руки Это она кричала? Да В чем дело? Дело в змее Я думала, что это была змея Ты уверена? Да, все в порядке Простите, если я вас напугал Я Лэри Воллес У меня тут недалеко палатка Вон там Том Крокер Робин Александр Меня поднял с кровати этот крик Мне очень жаль Ты сказала, что видела змею? Ну... Вообще-то это была ящерица Я решила, что это змея Не стоит их бояться Если, конечно, они не ядовитые Ядовитые? Да У них на шее такой небольшой мешочек От их укуса человек раздувается и чернеет Если сразу не оказать помощь Я ей уже все рассказал о ядовитых ящерицах Так что спасибо, спасибо Спасибо Спасибо, Лэри Спокойной ночи Пока Да Робин, успокойся Все будет хорошо Я обещаю тебе Еще одна ночь Итак Мы никак не закончим разговор о свадьбе Мы его и не начинали Так начнем Мне нравится наша квартира И тот образ жизни, который мы ведем Я больше не хочу об этом говорить Хорошо Почему ты настаиваешь? Наверное, это меня беспокоит Да, правда? Ну, не беспокоит Я приняла решение Я возвращаюсь в колледж Какие-то трудности Знаешь, я многое перепробовала, но у меня ничего не вышло На этот раз Все должно получиться Я решила, что колледж это мой последний шанс Хорошо Ты возвращаешься в колледж, а я закончу свои дела с семейным бизнесом Потом я решу, что делать дальше Поговорим на чистоту Мне было непросто увезти тебя у своей лучшей подруги Потом я год успокаивала свою совесть Так что я не собираюсь отказываться от тебя Просто мы отложим свадьбу Хорошо? Хорошо 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 Что? Это было мое любимое место Мы приезжали сюда с моим стариком на рыбалку Правда? Мне здесь так нравится Это напоминание о нем? Да, он очень часто привозил нас сюда Здесь я чувствую себя ближе к нему Жаль, что я не знакома с ним Думаю, он был инструктором по туризму получше, чем ты А я так стараюсь Пошли, половим змей Мне никак не удается, соответственно, одеться Сейчас мне жарко, а ночью я замерзла Еще неделька, и ты будешь знать, как надо одеваться Не выйдет Ты обещал, что завтра мы уедем Какая же ты неженка Знаешь, когда мы жаловались, мой отец всегда говорил Что индейцы ходили по этим лесам босиком И питались тем, что дарила эта земля Так что прекрати ныть Если я правильно тебя поняла, ты готов рисковать жизнью Если я прибегу первым, то ужин готовишь ты Я бегаю быстрее тебя И не мечтай Ты не в форме Ничего подобного Ладно, ты все равно не так уже хорошо готовишь Жалкий неудачник Мы что, оставили ее открытой? Это свежий воздух К утру ты продрогнешь и умрешь Очень смешно Эй, Робин Ты ночью принесла обратно фонарь, да? Да, что? Его кто-то позаимствовал Ладно, надеюсь, вернут Да, прямо как в Чикаго Да нет, просто люди здесь немного проще И не пытайся уговорить меня остаться Свежий воздух делает тебя ворчливой И очень красивой Да уж, без косметики, на голове, чертю что И уже несколько дней без душа Ты неправильно воспринимаешь комплименты Иди, мам, они здесь А говорил, что здесь спокойно Ай, извините, мы не хотели вам мешать Я Тина Том Робин Где твои хорошие манеры? Привет, я Майк Как рыбалка? Не слишком хорошо Но Можно я спрошу? Только вежливо Ну, я использую для наживки хлеб Он у нас закончился Нельзя ли у вас попросить? Ты можешь взять все, что у нас есть Завтра мы уезжаем Подожди Хлеб не подходит для этой рыбы Нужна живая наживка Я знаю, но она очень дорого стоит Вовсе нет Если знаешь, как добыть ее А вы знаете? Нет, мы бы не хотели вас беспокоить Все в порядке Робин, передай мне горчицу Горчицу? Да Я собираюсь показать Майку одну уловку Пошли Меня этому научил мой отец Он всегда говорил, что самая лучшая наживка Это дождевые черви Как это мило со стороны вашего мужа Практика ему пригодится в будущем А мой муж совсем не занимается детьми Он не любит своих детей? Не своих моих Я уже отчаялась выйти замуж У меня ничего не выходит По крайней мере, этот Обещал мне построить дно Может быть, он окажется неплохим парнем? Да, конечно Он хотя бы отличается от тех типов Что у нас на работе Вечно расстегнутый воротничок Костюм из синтетики Брюшко Видишь? Это занимает всего лишь минуту Они начинают Выползать наверх Потому что она жжет их Из-за горчицы Червяки начинают вылезать? Да Только надо обязательно смыть горчицу Иначе они погибнут Хочешь подержать? Ну нет У нас в палатке есть пиво Присоединяйтесь к нам О, ну спасибо Но нам надо собираться Пошли и скажи спасибо Лови свою рыбу Спасибо Интересно Как это будет выглядеть Когда у нас будут свои дети? Ладно, перейдем к делу Что ты там говорил о комплиментах? Послушай, не придавай этому большого значения Дай мне сумку Я спрячу эти кексы Чтобы вы не съели их за один присест Можно я пойду вечером на рыбалку? Ты можешь идти на рыбалку и утром Где Лонни? Он сказал, что скоро вернется Он пошел навестить толстяка А, прекрасно Ладно, послушай Приготовь что-нибудь на ужин Себе и Карен Я сейчас вернусь Том! Том! Эй! Вы слышали выстрел? Да Откуда он раздался? По-моему, оттуда Черт побери Устроить стрельбу в моих владениях Том! Да Все в порядке? Я подумала, что тебя застрелили Я мыл посуду Кто в кого стрелял? Не знаю Здесь довольно неприятно Как ты? Мне не по себе, ясно? Здесь и правда красиво Но вдруг появляется змея? Робин, змеи не было Постоянно ходят какие-то люди И у каждого оружие Мне здесь нравится гораздо меньше, чем тебе Вот и все Послушай, это будет наша последняя ночь здесь А потом мы придумаем что-нибудь Хорошо Я никого там не нашел Будьте поосторожны, ребята Спокойной ночи Вернемся в Чикаго И там побудем наедине Ладно Всем встать, шериф округа Дейлон Всем на четвереньки, никто не пострадает Шевелитесь Шевелитесь Это какая-то ошибка Ну же Давай узнаем, что ему надо Давайте, выходите Лицом вниз Лицом вниз Давайте, давайте На землю Сейчас я зачитаю вам ваши права Руки за спину У вас есть право не отвечать на вопросы У вас есть право на адвоката Все, что вы скажете, может... В чем дело? Дело в том, что вы арестованы Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя на суде Зачем нас связывать? Я не желаю тебя слушать, понял? Я задал тебе вопрос, сынок, ты понял? Лицом вниз на землю Руки за спину, дорогая Вот так Все пройдет легко и без шума А теперь, слушайте, ведите себя спокойно И у вас не будет никаких неприятностей Понятно? Напарник, присмотри за ними Посмотрим, что у них тут Так, Томас Крокер из Чикаго 68-й Значит, тебе где-то около 25 лет Похоже, у тебя будут неприятности Ты управляешь машиной с просроченной регистрацией номеров Она как раз похожа на ту, что украли в Фениксе Украсть машину в этих краях считается уголовным преступлением Джип принадлежит моему брату Может быть, такая чушь сошла бы в Чикаго Но здесь этот номер не пройдет Как насчет юной леди? Где удостоверение личности? Я его не взяла Ты с собой не взяла? Что-то не верится Ты случайно мне не врешь? Не врешь? Нет, сэр Это называется гостеприимством по-резонски Тише, ничего не говори Ты сообразительная и симпатичная Это хорошо Так, напарник, подойди и присмотри за ними Эй, Саржея, у нас тут двое подозреваемых в краже машины Мы проверяли владение Роберта Сейчас привезем Ладно, мы отправляемся в участок Поехали Можно мне обувь? Нет, мэм Я подниму тебя на ноги на счет три И не вздумай умничать, понял? Итак Один, два, три Встали Ты крупнее, чем я думал Почему вы решили, что джип украдет? Я проверил номера Когда вы это сделали? Вчера Почему вы нас не арестовали раньше? Мы сделаем все, что он скажет Тебе лучше прислушаться к тому, что говорит твоя подружка Потому что сейчас я твой самый страшный кошмар Тебе лучше У тебя что, только четверть бака? Этого хватит, чтобы доехать до Мейса к моему брату А куда мы едем? Ты не едешь в тюрьму Что он делает? Они роются в наших вещах Том, ведь машина не украдена, да? Это какая-то ошибка Просто ошибка, вот и все Послушай, мне надо, чтобы ты меня поняла Если ты увидишь, что он собирается залезть под водительское сидение Отвлеки его внимание У меня там пистолет Ты пристрелишь полицейского? Конечно, нет Просто я не уверен, что моя иллинойская лицензия действительно в Аризоне Благодаря твоей лицензии и просроченной регистрации номеров Мы проведем остаток отпуска в тюрьме Робин, успокойся Давай посмотрим на это с другой стороны Может быть, у нас отпустит Хорошо? Хорошо 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 Ты отлично их провела Но у них с собой только 12 долларов Я же говорила, что они еще дети А я просил, чтобы ты хорошенько все осмотрела в их палатке Значит, это я виновата Если тебя это больше устраивает Ты в течение двух дней наблюдал за ними в свой бинокль Верно Ты снова так поступаешь, да? Как снова так? Так со мной обращаешься, как будто мы незнакомы Я люблю тебя, Тина, ты же знаешь Просто я немного отличаюсь от твоих старых дружков в костюмах и галстуках со своими жалкими потугами в кровати Теперь у тебя настоящий мужчина-куколка Да, но что мы будем делать дальше? С двумя детьми, без бензина, без еды Начнем с того, что пощиплем перышки этим ребятам Отвези меня на автобусную остановку, может я смогу заработать деньги честно О заработке я позабочусь сам как-нибудь Ты врешь, и я это знаю Не стоит так думать Я все рассчитал Вот увидишь Да Трепло Где дом, который ты обещал нам построить? Где все остальное, что ты обещал? Одна болтовня Мам, мы замерзли А куда пошел Лони? Он разозлился? Нет Это я разозлилась Значит, мы никуда не поедем, и у нас не будет нового дома? Идите ко мне Идите Прижмитесь ко мне покрепче Не беспокойтесь насчет Лони Я заставлю его делать то, что захочу Эй, вы Давайте, закрывайте глазки А знаешь, мам, мне нравится не ходить в школу Да Но ведь ты скучаешь по своим друзьям Да Все будет по-другому Когда мы построим свой дом Расскажи, мам Расскажи о нашем новом доме Мы построим его своими руками Из красивых сосен А я и Лони будем его строить, да? Да Из каждого окна Можно будет увидеть птиц Я смогу быть вместе с вами целый день А если он не полицейский? Попробуй с ним поговорить Я подумал, что, может, мы сможем договориться И что же ты надумал? Как насчет туристского снаряжения? Оно новое? Мне не нужно это снаряжение Но у тебя симпатичная подружка Знаешь, что я мог бы сделать? Может быть, мне просто конфисковать у тебя машину И не предъявлять тебе никаких обвинений? Вам бы этого хотелось, так? Да Доброе утро, Вьетнам Самые ужасные 18 месяцев в моей жизни Принеси присягу, защищай свою родину Но эти рисовые поля не были моей родиной У меня мало денег У тебя их нет вообще Но я смог бы их достать в Мэйси Хватит вешать мне лапшу У тебя могут быть большие неприятности Ты пытаешься подкупить полицейского Нам предстоит долгая поездка в Дейлон Вам нужно выйти? Да Да Хорошо Спасибо А Том? Том! 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 Соткнись У меня есть идея получше Ключи Я потерял ключи На землю Лечь на землю Лечь на землю Говори, не вздумай замолчать или я убью вас обоих Хорошо, хорошо Не убивайте ее, не убивайте Черт Меня зовут Робин Александр Я живу... Ром Че Здесь я провожу свой отпуск Я работаю вместе с Томом и его братом Мы реставрируем старые здания Я... Позволь мне отодвинуться до окна Я работала секретарем Дай мне открыть его Я занималась фигурным катанием Не надо разбивать его Я работала официанткой Я открою Есть запасные ключи? Не знаю Есть вторая пара ключей Я не знаю, есть ли у моего брата запасные ключи Может в бардачке? Они могут быть там Придурок Не вздумай мне больше врать Мужчина не лжет Мужчина мужественно все переносит В следующий раз, когда соврешь, не лишишься глаза Мужчина не лжет Мужчина не лжет Он тебя изнасиловал? Изнасиловал, да? Он сумасшедший и очень опасен, Том Я, кажется, сказал тихо О, боже Пожалуйста, не делай этого с ней Оставь ее в покое Оставь ее в покое Еще раз раскроешь свой рот, приятель Я вышиб у тебя мозги Я занимаюсь мужским делом Хочешь, я вышиб ему мозги? Мне убить его? Нет, пожалуйста, делайте все, что хотите Все в порядке Все в порядке Я люблю тебя Все хорошо Мне придется от него избавиться Вам не обязательно убивать его Ты думаешь, мне не все равно, пристрелю я его или нет? Знаешь, у меня есть награда за то, что я убивал Мне на него наплевать Мне наплевать на тебя И мне наплевать на себя По мне, мы все можем умереть, хоть сейчас Все, что захотите, мистер Позвольте ему жить Вы можете делать все, что захотите Эй, ответь-ка мне честно Тебе же это понравилось, так? Все, что я захочу Черт, все, что я захочу ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я больше не намерен слушать эту чушь. Что ты с ним сделал? Черт, ты что, плохо слышишь? Пожалуйста, скажи, что ты с ним сделал? Я сделал все, чтобы он не смог нам доставить никаких неприятностей. Хорошо. На переднем сидении моей машины связанная девушка. Отлично. Хорошо. Я не знаю, что ты сделал с тем толстяком в кемпинге, так что можешь не говорить мне, что ты сделал с ее приятелем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа, пап, пап, ты не нужен. Ты мне нужен прямо сейчас. Я должен с ним рассчитаться за то, что он сделал с Робин. Ладно. Сначала самое важное. Надо освободиться. Как я рад, что встретил вас. Я чуть было не лишился чувств, когда увидел его. Как его звали? Лэри Воллес. Он жил здесь около месяца. Хороший, тихий парень. Не понимаю, кому понадобилось его убивать. Похоже, они пытались его сжечь. Я вызвал по рации шерифа. Никого сюда не подпускай. Не беспокойся. Я видел, как это делается по телевизору. Что мы будем с ней делать? У меня есть кое-какие планы. Скажи мне. Тина, ты просто должна доверять мне. Не вижу для этого причины. Не видишь причины? Я объясню. Причина в том, что ты любишь меня. Да. Но это не дает мне ни еды, ни крыши над головой. Но благодаря этому в твоем сердце есть маленький теплый уголок. Верно, малыш? Чепуха. Ты будешь слушать папочку? Если да, то что я за это получу? О, ты так ставишь вопрос. Я дам тебе все, что пожелаешь. Клянешься? Клянусь. Клянусь. По мне, так мы можем все умереть хоть сейчас. Еще раз раскроешь свой рот, приятель, я вышибу тебе мозги. Поставь ее в покое. Он сумасшедший и очень опасен, Том. Робин, пусть тебя там не будет. Потому что сейчас я твой самый страшный кошмар. Не понимаю, зачем тебе понадобилось ее разбивать? Улика. Я сделал так, чтобы все выглядело как несчастный случай. Ты можешь поместить ее назад вместе с детьми. Нет, только не с детьми. Ну ладно, оставь ее там. Можешь пристроиться рядом со мной. Лони. Я боюсь. Я очень боюсь. Бояться нечего, все в порядке. У тебя будет дом, машина, земля. Я обещаю тебе, хорошо? Залезай. А после выстрела? Увидел девушку, похожую на испуганную лань, а потом прибежал парень весь взъерошенный. Думаешь, он стрелял? Уверен. Сперва выстрел. Посмотри, они все побросали. А ведь они заплатили до конца недели. Я передам информацию управлению шерифа, и они их найдут по номеру машины. Вот еще что. Это сумасшедшая парочка из седьмого. Думаю, они вместе уехали. Может, решили повеселиться в компании? Здесь поворот, но эта дорога обрывается в горах. Подойдет. Отличное место, чтобы спрятаться, пока светло. У меня беда. Мне нужна помощь. Мою девушку изнасиловали. И похитили. Пожалуйста, не стреляйте. Вот, возьмите пистолет. Мне нужна ваша помощь. Этой дороги нет на картелоне. Не беспокойся, Тина, я знаю, что делаю. Говорит, Трупер Скотт из Кемпинга Роберта. Тут нашли мертвое тело, имя Воллес. Да, и еще, проверь-ка для меня пару номеров. Говори. Калифорнийский номер 2, Дэвид Сэм, Том, 4-4-6-3, а другая машина из Аризоны, 4, Бейкер, 2-2-7-1. Ладно, проверю номера и приеду. Здесь понадобится вертолет. И поисково-спасательная команда. Да, 10-4. Что-нибудь прояснилось? Очень мало. В пути вертолет и поисково-спасательная команда. Я не знаю, что тебе еще рассказать. Там на месте находится детектив из отдела тяжких преступлений. Тяжких преступлений? Да. Приехал ваш из Феникса. Он меня связал и ударил по голове. Это последнее, что я помню. Том Крокер, врач будет с минуты на минуту. Можно узнать твой домашний адрес? Вы из отдела тяжких преступлений? Да. Робин не погибла, ведь правда? Начнем с самого начала, сынок. Расскажи, кто такая Робин, почему ты разгулилась с оружием. Спасибо, Терри. И что случилось с твоей машиной? Надеюсь, я смогу найти бревна, чтобы восстановить этот мост. Мне нужна горчица. У нас ее нет. А почему она связана? Есть вопросы, которые можно задавать, и есть вопросы, которые нельзя задавать. Этот задавать нельзя. Но мне нужна горчица. Возьми что-нибудь другое. Ну, может быть, у нее есть? Ты меня не понял. Мы с ней не разговариваем. И ты с ней не разговариваешь. Ты даже не можешь на нее смотреть. Тебе ясно? Отлично. Иди на рыбалку и возьми Карен. Она не выходит из машины, потому что Лунина не наорал. Ну, ладно, иди. У нас с тобой было соглашение, касающееся детей. Верно. Держи себя в руках. Разговаривай с ними нормально и не смей на них кричать. Это ты кричишь золотце? Луни! Какого цвета у нее глаза? Большие. Серо-голубые глаза. Такие? Нет, покруглее. И более широко расставлены. Да, теперь похоже. Нет. Волосы у нее просто спадают с плеч. Послушай, Том, когда ты вернулся в лагерь, пистолет был у тебя с собой? Да, я боялся, что он меня поджидает. И так этот парень врывается посреди ночи к вам в палатку, похищает тебя и твою подружку, насилует ее, затем связывает тебя и оставляет в глухом месте. Верно. Почему вы с ним поехали? Он сказал, что он полицейский. Он проверял номера? Не знаю. Ты не знаешь. Была... Почему же ты поверил ему? Была ночь. Я хочу сказать... Понимаете, он показал значок. Какой там был номер? Я не увидел номера, было темно. Он зачитал нам наши права. Он был похож на полицейского. Похоже? Очень. Том, насколько хорошо ты знал свою подружку? Мы живем вместе уже два года. Какое это имеет значение? Тебе виднее. Может, она с ним заигрывала? Господи, мою девушку изнасиловали, а затем похитили. Послушай, я понимаю, что тебе нелегко. Посмотри, это не тот парень? Нет. Но машина зарегистрирована на его имя, Дэвид Уолкин. Это не он. Послушайте, вы не могли бы просто найти Робин? Я не хочу причинять тебе боль, но мне надо задать тебе еще пару вопросов. Итак, ты сказал... Может, поедем в участок и поговорим там? Нет, я не хочу ехать в участок. Где ты находился в момент выстрела? На Озии. С тобой кто-нибудь был? Да в чем дело? Меня подозревают? Не знаю. Слишком много вопросов, оставшихся без ответов. Главой дома должен быть я, так? Должен быть ты. Мужчина объясняет мальчику, как следует себя вести, а ты мучаешь его своей заботой. Ты воспитаешь маменькиного сынка. Я не подпускала к ним даже их собственного отца. И будь я проклятой, если позволю тебе указывать им, как себя вести. Хорошо. Эй, Тина. Подойди. Тебя ведь беспокоят не дети. В чем дело? Что тебя беспокоит? Все. Меня беспокоит все. Мы торчим здесь и едим то, что даже крыса не стала бы есть. Я стараюсь, как могу, малыш. Что он со мной сделает? Не знаю. Ребята, берите носилки. Не могу поверить, что у Робин не было с собой какой-нибудь сумочки. У моей жены они словно прилипают к телу. Я даже опасаюсь, что она ляжет в постель с одной из них. Робин терпеть не может носить с собой сумочку. Ты совершенно измотан. Отвезти тебя к брату? Спасибо. Какой у тебя размер обуви? А что? Единственный след, который мы обнаружили, от теннисных тапочек. Нам надо притаиться здесь на пару часиков. Как стимеет, вернемся на дорогу. Если только удастся проехать через мост. Когда мы поедем, мы оставим ее здесь? Нет. Понимаешь, она стоит денег. Настоящих денег. Подожди. Ты хочешь сказать, что она останется с нами? У нее деньги на счету в банке. Она будет заложницей, как показывают по телевизору? Верно. Да, но тебя поймают. Меня нет. Ты врешь. Ты постоянно говоришь мне о том, как нехорошо лгать, а сам врешь. И делаешь это без зазрения совести. Когда я оказалась на вторых ролях? Когда? Что я сделала не так, чтобы ради нее ты выбросил меня на свалку? Что? Ты сказал, что я самая лучшая из всех, кто у тебя был. А теперь ты обращаешься со мной как с дерьмом. Прекрати этот идиотский плач. Что с тобой? Ты думаешь, я тебя вижу? Терпеть не могу плачущих женщин. Давай, Тина, поехали, надо двигаться. Тина, поехали. 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 Поехали! 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 Вы должны еще что-нибудь предпринять. Это можно сделать только таким образом. Мы начнем с лагеря, постепенно охватывая все больше и большее пространство. Думаете, Робин недалеко от лагеря? Не знаю. Вызовите добровольцев. Мы вызвали. В нашем распоряжении даже вертолет с телевидения. Но нам надо проверить... Проверить что? Вы все еще мне не верите. Я верю. Но... Кофе черный. Я занимаюсь тяжкими преступлениями. Произошло убийство. Может быть, в этом повинен парень, о котором ты говоришь, а может и нет. Даже если бы ты был вне подозрения, все равно остается вероятность того, что... Вероятность чего? Что вы найдете труп Робина? Похоже, у тебя вышли все патроны. Тина, мы уезжаем. Я уже думала, тебе конец. Если вы найдете труп... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как ты смеешь на глазах у моих детей? Я не потерплю этого! Я могу делать всё, что захочу! Хватит! Чёрт! Лежи спокойно, поняла? В чём дело? Прямо у меня под носом! Это ничего не значит! Заткнись! Это ничего для меня не значит! Я больше не могу это выносить. Я ненавижу тебя. Картер! Картер, прекрати! Прекрати! Думаешь, от меня можно убежать? Ничего не выйдет. Потому что я иду по запаху крови. Я найду тебя по запаху. Меня достаточно, помучили. Я только начинаю. Я иду по запаху крови. Я иду по запаху крови. Том, где ты был? Мой автоответчик забит посланиями. Звонит полиция и хочет узнать, есть ли у меня брат. Другой звонок насчет регистрации номеров. С тобой все в порядке? Со мной все в порядке. И с твоими номерами тоже. Что ты хочешь сказать? Твои номера правильно зарегистрированы. А он сказал, что нет. Кто сказал? Тот, кто сказал, что он мой самый страшный кошмар. Он был прав. Оставайтесь здесь. Тина, посмотри, где мы. Пойду проверю эту хибару. Это у тебя свои волосы, не крашеные? Преимущественно. Я думала о том, чтобы стать блондинкой. Слишком хлопотно, да? Думаю, вы можете попробовать. Мне пойдет? Думаю, пойдет. Ему бы понравилось. Вам нужно? Нужно рискнуть. Отличное место для укрытия. У нас почти кончился бензин. Дай-ка мне бутылку с джином. Залью его в бак, может, поможет. Да мы просто взлетим на воздух. Нет, я не буду этого делать. Ладно, поехали. Поехали. Ну, давай, детка. Давай, давай. Вот так. Давай. Ты останься. Тина. Ты на меня не злишься, нет? А? Ну, давай, малыш. Ну, давай. Ты же не злишься на меня больше, а? Подари папочке немного любви. Будь послушной с папочкой. Посмотри на меня. Ну? Ты же знаешь, что я тебя люблю. Мне больно, когда ты злишься на меня. Это из-за твоих сладких речей я очутилась здесь. Но все оказалось совсем не так. Я хочу взять детей и вернуться домой. Ты хочешь домой? Еще рано. Она тебя задела, да? Ага. Я люблю тебя, малыш. Я вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Доброе утро, Джек! Кто это сказал? Это твой сосед, кромсатель трупов С каких пор ты наносишь частные визиты? Все из-за любви к ближнему Шериф сказал, что ты валишься с ног Вот я и решил, что дам тебе еще пару минут отдыха, если приду сам Спасибо Какие новости? Это убийство Жертва в ответ не стреляла Это я уже знаю Расскажи мне о пуле Забавные штуки, эти черепные кости Понимаешь, когда кусочек свинца ударяется Об утолщенную заднюю кость, заднюю часть черепа Сейчас слишком рано для таких подробностей Мой желудок этого не выдержит Расскажи о пуле Не даете насладиться плодами своего труда? Пуля Она выпущена из 22-го калибра В моем распоряжении было 9 или 10 мельчайших фрагментов Осколки Понимаешь, когда пуля проходит через открытую рану и ударяется Сделай предположение Я могу ошибиться Это не моя епархия Я отправил ее на баллистическую экспертизу и сказал, что это срочно А результаты сообщу Спасибо, что зашли, док Отдохни немного Попозже Луни на тебя злится Пошли Как тебя зовут? Робин, а тебя? Карен Мы так есть хотим Пошли, Карен, ты не должна Пойдем, я же тебя предупреждала Ты у меня получишь Я тут ни при чем Идиом в твои обязанности Входит следить за Карен Держитесь от нее подальше Я хочу, чтобы она была подальше от моих детей Хорошо Приведи ее сюда Он хочет, чтобы ты пошла с ним Тина, ты же женщина Почему ты это допускаешь? Ты не собираешься ничего сделать? Я ничего не могу сделать Тина Тина, я не хочу идти Лучше иди Отлично, я сделаю все, что он захочет Давай Я уже говорил Никак не могу взять в толк Лэри и эту корову Думаете, это дело рук одного и того же парня? Может быть Никогда нельзя предугадать поведение людей Тихое место, поэтому-то мне так здесь и нравится Откуда ты родом? Как себе сказать? А Тина? Откуда родом она? Сако Сако? Сакраменто Итак, у тебя есть женщины, дети и дом Я тебе не нужна Какая сообразительная Так почему бы? В моей жизни было достаточно женщин У меня было шестеро призелейших сестер Они поняли, что одну из них я утопил Ты убил ее? Она ябедничала маме, что я заглядываю ей под юбку У меня до сих пор на заднице следят сидения на плите И никогда не имело значения, что говорил я Это не имеет ко мне отношения Я никому не расскажу, что произошло Нет, расскажешь Ты такая же, как она Ты ходишь, как она Говоришь, как она Это сумасшедший Именно так и сказал доктор Но мне нравится быть сумасшедшим Это позволяет мне делать все, что я захочу А что еще сказал тебе психиатр? Мне было всего лишь 10 лет Так что я не все помню Они хотели прятать меня подальше Но моя мама не позволила им этого сделать Обычно она привязывала меня внутри амбара И сама выбивала из меня дуй Она говорила, что если я не перестану плакать, то никогда не стану настоящим мужчиной Ты думаешь, что поступая так, выглядишь настоящим мужчиной? Ты глупая сука Ты боишься? Да 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 Отлично Я люблю, когда мои женщины возбуждены и напуганы Открой глаза Целуй Не представляю, как вам удается с ним ладить Раньше он был отличным парнем Я не знаю, что случилось Он сошел с ума Потерял над собой контроль Он снова вернулся во Вьетнам Он не был во Вьетнаме Он был в тюрьме О чем вы говорите? О Вьетнаме А Тина, она поверит чему угодно Видишь ли, большая часть моих историй позаимствована у приятелей по камере Срабатывает с дамочками, да, малыш? Да, срабатывает Итак, я был полицейским Я был во Вьетнаме Был ковбоем Даже какое-то время служил в ЦРУ Спорю-то об этом не знала Я мог стать кем бы захотел Я из хорошей семьи, правда, малыш? Да, ты так говорил Верно Они были образованными людьми И теперь у них есть деньги И они верят в Бога Откуда же тогда взялся ты? Ладно, малыш Иди и собери хворост Не надо никаких глупостей Давай Можешь считать, что ты труп Из-за тебя плохо моим детям То, что ты здесь вертишься, приносит им вред Я еще никогда не видела его таким Если ты сейчас не уйдешь, я не знаю, что он сделает Дорога вон там Иди, вон туда Ты увидишь дорогу Где она? Она ушла Я думаю Я у черта с два Дорога вон там Дорога вон там Я чувствую твой запах, леди Я иду по запаху крови Я жажду крови Все вертолеты, которые мы задействовали, их ищут А как насчет дорог? Я уже сказал Я уже сказал, их ищут, но они могут быть в горах Вы нашли отпечатки его пальцев в джипе? Их обрабатывают А пока мне необходимо найти убийцу Вы все еще думаете, что это я? Нет Когда же вы поймете, что... Я сказал Нет Нет Субтитры сделал DimaTorzok Полиция Феникса просит вас помочь установить местонахождение этой женщины. Ее рост 5-6 футов, вес около 115 фунтов, белокурые волосы, серо-голубые глаза. Согласно показаниям свидетелей, она была похищена в районе кемпинга Роберта. Лицо и лица подозреваемые в ее помещении вооружены и опасны. Я тебе кое-что покажу, Джек. Вот район поисков. Мы связались со всеми заправочными станциями, их никто не видел. Значит, у него полный бак, и он мог удалиться на 200, а может и на 250 миль. Надеюсь, что мы найдем женщину живой. Не убри от потери крови, прежде чем я доберусь до тебя. К поискам подключился наш вертолет, но пока нет никаких известий. В шестичасовом выпуске новостей мы будем передавать прямой репортаж с места происшествия. К поискам подключился наш вертолет. Я нахожусь над западной сопкой, ничего не видно. Я возвращаюсь. Я встречаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все кончено DimaTorzok Она мертва DimaTorzok 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 Майк, пошли. Вот они. Уходи и найди укрытие. Что нам делать? Что же нам делать? Я умру, как настоящий мужчина. Передай моей маме эти слова. Нет. Я люблю тебя и детей. Нет. Иди. Иди. Пойдёмте. Стоять! Полиция! Брось оружие! Я сказал, брось оружие! Стой на месте. Не двигайся. Подними руки. Подними руки. Надо найти женщину и детей. Давай, повернись. Повернись. Как ты? На колени. Я думала, что никогда тебя не увижу. Я больше тебя не потеряю. Я больше тебя не потеряю. Тогда женись на мне. Исполнительный продюсер Алан Лэнсбург. Лони Картер был приговорён к 353 годам заключения за вооружённый грабёж, похищение и сексуальное надругательство. За убийство Лэри Волоса он был приговорён к смертной казни. Тина была приговорена к лишению свободы на 9,5 лет за похищение. Она была освобождена досрочно. Её детей Карен и Майка воспитали родственники. Том и Робин поженились 14 июля 90-го года. Все имена персонажей в фильме, основанном на реальных событиях, вымышленные. На русский язык фильм озвучен на киностудии «Фильмэкспорт». Перевод Марины Носик, режиссёр Юлия Бирюкова, звукооператор Софья Киселёва, инженер звукозаписи Наталья Андронова. Роли озвучивали актёры. Мария Клюквина, Ирина Савина, Владимир Конкин, Александр Рохленко, Герман Коваленко. «Мергей Клюквина» Ленд-продакшн